Паводковую ситуацию в Якутии, в которой действует режим ЧС федерального уровня, усложняет большой запас воды на суходонных реках. Об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель региона Егор Борисов. По его словам, сейчас принимаются все меры по устранению угрозы затопления населенных пунктов. Руководитель региона также отметил, что запас воды на суходонных реках центральной Якутии очень большой. Кроме того, сложности добавляют обильные осадки, которые прогнозируют на следующей неделе. Сегодня в республике насчитывается 27 затопленных населенных пунктов, а это 1635 дворовых участков, 829 домов. Всего пострадало из-за стихии более 3000 людей, из которых 1182 дети. По Табаге Борисов считает, что через сутки ситуация улучшится. Что касается затопленных домов, то в районах идет усиленная просушка, работают котельные, которые обеспечивают тепло. На поручение обратите внимание на личные вещи пострадавших. Специалисты готовы помочь населению восстановить вышедшую из строя технику. Более того, уже сейчас необходимо заняться подготовкой к паводку в северных районах. Сегодня достаточно сложная ситуация сложилась уже не по этим рекам, а по суходольным рекам. Сегодня, впрочем, напряженная ситуация создалась в Чаровчинском районе. Есть угроза подтопления районного центра Северного Чаровча. Прорывает сейчас дамбу. Идет борьба местного населения и руководство спасения плотины местности Кохора. Если это плотины прорвут, то мы можем увидеть катастрофу, которая происходила в 1980 году. Тогда село Тепель, районный центр Татнинского района, подтопило почти 100%. Продолжение следует...